Здравствуйте! В эфире местные новости. О событиях дня, которые произошли в Кормоскалах, Благовещенске, Языково, Чешмах и Глиной Кушнаренкова расскажем сегодня. Смотрите в выпуске. Футбольный турнир прошел в Карломане. Спортсмен из Кушнаренкова получил золотой знак отличия ГТО. И земледельцы Благоварского района первыми в республике приступили к уборке сахарной свеклы. В Благовещенске прошел профилактический рейд. Его провели сотрудники отдела МВД совместно с администрацией района. Они посетили 9 семей, ведущих асоциальный образ жизни и имеющих на иждивении детей. Сотрудники полиции выявили один факт незаконной продажи спиртных напитков. Также на днях прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где рассмотрели 20 протоколов. К административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей и злоупотребление спиртными напитками привлекли 6 родителей. Двум мамам объявили устное замечание. Двоих родителей привлекли к ответственности за то, что их несовершеннолетние дети находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Футбольный турнир памяти почетного гражданина района Фана Исхакова прошел в Карламане. В этом году соревнования проводились в шестой раз и собрали рекордное количество команд – 13. Приехали поучаствовать гости из Уфы и Таджикистана. На открытие минуты молчания почтили память одного из основателей турнира Фаниля Исхакова, ушедшего из жизни в этом году. Затем началась упорная борьба между группами. В полуфинальных поединках Дема переиграла Алгу, а Карламан сломил сопротивление гостей из Таджикистана. В результате футболисты Памира заняли третье место. Второе взяли хозяева поля. Также лучших игроков турнира отметили в индивидуальных номинациях. Акция «Фестиваль. Доступный спорт» пройдет в Чешмах. Гостей мероприятия ожидает показательная тренировка местных и уфимских участников спортивных секций. А также выступления бойцовского клуба, карасистов, танцоров, брейк-данса и многое другое. Также жители села могут принять участие в спортивной эстафете, беге на короткие дистанции, подтягивании и товарищеском футбольном матче. Победителей ждут награды. Для самых маленьких организуют игровую площадку. Мероприятие пройдет 31 августа на стадионе Ленина. Начало в 17.00. Землевладельцы Благоварского района первыми в республике приступили к уборке сахарной свеклы. Эта поздняя культура и на поля обычно заходили с началом осени. Но пока нет дождей, благоварские аграрии решили выйти сейчас. По словам агронома Азамата Гулюмова, хозяйство проверили на сахаристость, по результатам которой выяснилось, что свекла к уборке готова. Общая площадь складской культуры превышает 5000 гектаров. В этом году в хозяйстве изменили технологии выращивания. Каждому полю теперь индивидуальный подход. Это и позволило приступить к уборке раньше. Свеклу сразу доставляют на Чешминский сахарный район. Полностью уборку планируют завершить до конца октября. Спортсмен из Кушнаренкова получил золотой знак отличия ГТО. Награждение состоялось в рамках шестой спартакиады пенсионеров. Она проходила в Уфе с 24 по 27 августа. На крупнейшие соревнования спортсменов-любителей серебряного возраста съехали 700 участников из 76 российских регионов и 7 зарубежных стран. Всего золотые знаки отличия получили 9 спортсменов Башкирии. В их числе и 63-летний житель Кушнаренкова. Фаниль Султангалеевич. Он ежедневно поддерживает себя в отличной физической форме. Летом это плавание и бег. Зимой бегает на лыжах. Нормативы ГТО Фаниль выполнил с легкостью. Говорит, что пройти испытания ему помогли молодость, духа и любовь к танцам. На сегодня это все новости. Далее переходим к прогнозу погоды. Я благодарю вас за внимание. Смотрите нас каждый день на республиканском телеканале ЮТВ и на сайте ЮТВ.ру. Поделиться своими новостями вы можете в наших группах в социальных сетях или рассказать их менеджерам в офисах компании Уфанет. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова